Ладно, погнали, что, работаем? Дорогие друзья, наконец-то правительство области снизошло и разрешили нас показывать по телевизору. Но я не об этом. Пользуясь случаем, я, конечно, хочу всем передать привет. Несколько слов просто о работе фонда «Город без наркотиков», потому что все вы нас поддерживали в этом году. Я хочу, чтобы вы знали, что мы сделали и как мы работали. Весь год работала обычная история. За год у фонда «Город без наркотиков» более тысячи успешных операций против наркоторговцев. Около 350 притонов обезврежено. Работали в ежедневном режиме. Наших парней работало 20 человек. Работали мы в первую очередь. Серьезные операции были с ФСБ по Свердловской области. С транспортной милицией. Очень серьезные операции с транспортной милицией. И крупнейшая операция в России по GVH, по этим по новомодным наркотикам, которые захлестнули страну. Она была у нас именно с транспортниками. Работали с райотделами, с УВД города. Работали с Нижнетагильской милицией. Работали с Ленинским райотделом несколько очень серьезных операций. Там больше 50 почистили Тагил изрядно. Работали с участковыми по притонам. По всему городу участковые работали с нами. Работали с ДПС, с ГАИ. Ну и со всеми честными и порядочными сотрудниками милиции. Я должен вам сказать, как бы мы там к своей милиции не относились. Всегда в милиции есть честные и порядочные люди, на которых можно положиться. Которые будут работать по-настоящему за совесть, а не за страх. Ну и пока такие люди есть, слава богу, мы на свою милицию хоть как-то можем рассчитывать. Меньше работали в этом году с госнаркоконтролем. Ну тому и свои причины. В прошлом году у нас было 450 операций. В этом больше тысячи. То есть наращиваем мощность. И интересный момент. В прошлом году смертность 76 человек в городе умерло от передозировок. В этом году 44. То есть вот результаты налицо. Ну и как обычно у нас уже начиная с 2002 года ни одной детской смерти за год. Вот уже только ради этого стоило начинать. По реабилитации в прошлом году мы заканчивали год. У нас было 170 человек. Сейчас у нас около 300. Мы наконец-то открыли женский реабилитационный центр. Который, как вы помните, в 2003 году по политическим мотивам разгромил УБОП. И все эти годы мы не хотели этим заниматься. Но вынуждены, потому что люди идут с девчонками. Ну надо. Значит первые деньги дал Гарик Сукачев. Потом мэр Березовского Слава Бразовский. Потом Андрей Казицын и я. Мы купили дом в Сарапулке. У нас сейчас там 35 человек. Уже пристрой сделали. Везутся всей страны. Так что все, работаем с девчонками. Все нормально. В этом году мы начали, повели очень мощный проект «Страна без наркотиков». И жители всей страны могут сбрасывать нам сообщения о фактах наркоторговли. Телефон 8 953 400 953. Передайте его всем добрым людям. Пусть обращается. Мы всегда поможем. В этом году еще одно приятное дело произошло. Губернатор Свердловской области и правительство отдали нам безвозмездное пользование. Вот этот особняк, за который мы платили сумасшедшую аренду. И страну без наркотиков мы начали именно на эти высвободившиеся деньги. Поэтому наша искренняя признательность губернатору и правительству Свердловской области. Еще одну серьезную вещь, которую сделали областные власти. Это запретили продажу КДИ на содержащих без рецептов на территории Свердловской области. Это позволит спасти огромное количество молодых людей. Это очень хороший шаг. За это тоже отдельное спасибо. Что еще сделали мы в этом году с вашей помощью? Потому что вы же понимаете, фонд это всенародная поддержка и мы не одни. Одно из самых серьезных дел. Отстояли Гришу Горюнова, лучшего милиционера Свердловской области. Не дали его посадить в тюрьму, когда наркоторговцы начали писать на него заявление. Мы вмешались в серьезнейшую ситуацию по согре и сумели отстоять русских мужиков, которые с оружием в руках сопротивлялись карателям. И которые победили в этой схватке. Вам огромное спасибо, потому что нас здесь поддержали все жители Свердловской области. Ну и много других добрых дел сделали. Ремонтировали детские садики, ремонтировали школы, проводили субботники, турниры по футболу, работали в школах, в вузах. Ну обычная история для нас. Ну и кроме всего прочего, в ежедневном режиме шли операции против наркоторговцев. Что еще хочу сказать? Да ничего не хочу сказать. Хочу поблагодарить всех и с Новым годом поздравить. Очень простые вещи. Конечно, всех хочу поздравить с Новым годом. И хочу сказать, что Россия это наша страна, наша родина. Мы свою страну знаем очень хорошо. Все, что сам в своей стране не сделаешь, за тебя не сделает никто. Поэтому у нас не будет другой страны, бежать нам отсюда некуда. Это наша страна и мы отсюда не побежим. И в наших силах по возможности постараться сделать свою страну хоть немножко лучше. Самое главное не начинать спасать мир, потому что просто не хватит времени. Надо заниматься тем, вот докуда у тебя дотягиваются руки. Вот все, что ты можешь в своей стране сделать, все, что ты можешь хоть немножко лучше сделать. Ты сдвинешь ситуацию на миллиметр, я на миллиметр. Глядишь, ну и все будет немножко лучше. Главное не бояться. Но кого мы можем бояться в своей стране? Это наша страна. Вот. Поэтому я вам всем желаю, чтобы... Ну всем желаю, всем соотечественникам, всем свердловчанам, всем друзьям жить в хорошей, светлой, доброй и сильной стране. И это зависит только от нас самих. Еще я хочу сказать, конечно, год серьезный был, год интересный очень был. И у кого был хороший год, и дай бог, чтобы следующий год был не хуже. А у кого был тяжелый год, дай бог, чтобы следующий год был лучше. Ну и не надо опускать руки, не надо переживать, потому что мы видели и более тяжелые времена. Ну и как-нибудь переживем и справимся. И еще. Забыл, забыл, что хотел сказать, сейчас я вспомню. Что-то я важное же хотел сказать. А, я подумал, что нам на самом деле, я говорил уже об этом, но если вдуматься, нам же немного надо. Вот нам надо, чтобы у нас не болели родители, чтобы нас не огорчали наши дети. А все, что касается нас самих, ну мы всегда как-то сами справимся и переживем. И я вам желаю удачи, всем доброго здоровья, потому что это все-таки самое главное. А еще я хочу всем маленьким детям обязательно, чтобы все маленькие дети в Новый год залезли под елочку и нашли там самые чудесные подарочки. С Новым годом, удачи вам, огромное спасибо за все. Нормально я сказал? Нормально. Вот как хотел, вообще все сказал. Стоп, снега. Там на улице снежок такой, елочка у нас стоит. Я сейчас ее тоже сниму и загнаю прямо в полкона. Тогда я тоже подойду, посмотрю хоть. Звук слышно нормально, потому что нам переписывать будет некогда. А, слышишь, подожди секунду, давай-ка это. Давай-ка еще скажем одну вещь. Еще чуть не забыл сказать. Всем добрым, настоящим и порядочным журналистам. Конечно, отдельное спасибо, потому что именно вы не даете нас в обиду, не даете нас утопить. И благодаря вашей помощи, ну, все видят, что происходит на самом деле. Все, это мое обращение именно к добрым людям, ко всем честным и порядочным людям, ко всем хорошим людям. Каковых в России всегда будет большинство. Спасибо. Класс, все. Год очень трудный у нас получился. Мы отработали этот год в полную силу, несмотря ни за... Тьфу-па-ля. 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 Продолжение следует...